Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Револьвер». Сегодня проведу ее я, Сергей Хистанов. И мы поговорим о итогах Гайдаровского форума. Сегодня начался доводский форум, который гораздо более пафосный. Мы же проанализируем, что говорилось на форуме Гайдаровском, и постараемся сделать вывод, что из этого следует, что нас ждет, исходя из того, что облеченные властью люди сказали нам на форуме Гайдаровском. Прежде всего, стоит отметить, что, к сожалению, все экономические форумы последних лет в значительной мере от каких-то рабочих встреч, где обсуждались реальные решения, реальные пути выхода из сложных экономических ситуаций, постепенно превратились в представительские мероприятия. Это своего рода своеобразная ярмарка тщеславия. Но, тем не менее, в ряду экономических форумов Гайдаровский стоит немножко особняком. Связано это с двумя моментами. Во-первых, относительная демократичность. Для того, чтобы попасть, допустим, на Санкт-Петербургский форум, весьма представительный, нужно заплатить серьезные, даже по корпоративным меркам, деньги. На Гайдаровский форум, если зарегистрироваться заранее по интернету, наверное, процентов на 90 его заседаний, можно попасть абсолютно бесплатно. Отличие от платных посетителей будет только в том, что часть заседаний проходят в очень небольших помещениях, и для тех, кто, соответственно, пришел на форум бесплатно, организована онлайн-трансляция в больших аудиториях. Еще одна особенность Гайдаровского форума, которые лишены его более пафосные аналоги, заключается в том, что можно задать любой в том числе и достаточно неудобный вопрос спикерам. Мне даже однажды удалось этой возможностью воспользоваться. Итак, что нам сказали и какая интрига Гайдаровского форума? Ну, начиная с конца, следует отметить, что главная интрига заключалась в похожести позиций и в очень подозрительном консенсусе между Министерством финансов и Министерством экономического развития России. Обычно, если вспомнить почти любые публичные дискуссии, где присутствуют первые лица этих министерств, между ними всегда наблюдается антагонизм. Причины этого антагонизма понятны. Связано это с тем, что Минэкономразвитие всегда заинтересовано в росте, именно относительно роста. Министерство получает все вопросы и от депутатов, и от руководства правительства. Минфин, напротив, максимально ориентирован на стабильность, на сохранность резервов, на предотвращение каких-то чрезвычайных ситуаций. И вот это порождает такой вот стратегический конфликт интересов. Собственно говоря, в результате этого конфликта монетарная политика в страны и приходит к какому-то более-менее устойчивому компромиссу. Особенность этого форума заключалась в том, что главы этих двух традиционно антагонистических ведомств проявили редкий консенсус. Чем это объясняется и что из этого, скорее всего, следует, мы в течение программы постараемся разобраться. Телефон в студии 6510996, код города 495. Если у вас возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, звоните. Я постараюсь дать как минимум одну из точек зрения на все вопросы, которые у вас могут возникнуть. Итак, возвращаясь к тому, что же нам сказали руководители основных министерств и ведомств. Начнем прямо в той последовательности, как они выступали на форуме, с министра экономического развития Улюкаева. Главное, что он сказал, и что необычно, что отличает риторику этого форума от форума прошлого года. Просто так получилось, что мне удалось присутствовать на трех форумах подряд, и поэтому я буду иногда сравнивать с тем, что было тогда и что наблюдалось сейчас. Главная необычность заключается в том, что Улюкаев много говорил о мировой экономике. То есть не о экономике России, не о тех проблемах, которые характерны для нас, а о проблемах мировой экономики. И главная, по его мнению, проблема заключается в том, что происходит довольно болезненная структурная перестройка. Наблюдается необычное, ненаблюдаемое последние десятилетия явление, когда темпы роста развитых стран начинают опережать темпы роста стран развивающихся. Вот такого не было очень давно. Сейчас даже трудно сказать, когда такое наблюдалось в новейшей экономической истории. И это является достаточно существенным вызовом, в том числе и для нашей страны. Министр экономического развития сетовал на рост волатильности. Это достаточно такая традиционная отсылка. И говорил о том, что, возможно, монетарные методы стимулирования, на что уповают многие, исчерпали себя. Так это или нет, большой вопрос. Более того, некоторые эксперты достаточно критично относятся к такой точке зрения, к тому, что в России монетарные методы стимулирования экономики себя исчерпали. Но, тем не менее, вот такая мысль прозвучала. И были озвучены цифры. По мнению нашего Минэкономразвития, темпы роста мировой экономики в ближайший год составят 3,6-3,8%. Ну а в отношении нашей страны оптимизм Минэкономразвития гораздо скромнее. В качестве оптимистического варианта озвучивается цифра в районе 2,5%. Многие люди не совсем понимают, что эти проценты означают, но на практике для России любой рост меньше 3% де-факто означает стагнацию. То есть формально это все еще рост, но с точки зрения простых жизненных истин это означает стагнацию. Давайте, может быть, даже для того, чтобы отразить точку зрения традиционных критиков правительства, послушаем мнение Михаила Делягина, которое мы записали несколько ранее. Вот он достаточно критично выразился о оценке наших Минэкономразвития и Минфина. И вот будет очень интересно послушать его точку, а потом покритиковать. Мне было страшно. Так, когда представитель правительства Российской Федерации выступает и говорит, что, вы знаете, наши проблемы, это не результат каких-то там ошибок. Это результат наших достижений, результат нашей напряженной работы, результат наших успехов. Ну, вы знаете, как в каком-нибудь 37-м году инженер говорил, вы знаете, у нас электростанция сломалась не потому, что мы плохо работали, а потому, что я хорошо взорвал результат их политики. В этом отношении они, конечно, берут, по-моему, немножко много на себя, потому что есть объективные проблемы, есть объективные трудности, которые к господину Медведеву, Швалову, Дворковичу, даже к Кудрину отношения не имеют, к Куликаеву и Набиулиной. Но порочная экономическая политика и порочная специальная политика очень сильно все это чувствует. Госпожа Юдаева, это первый заместитель Банка России, между прочим, хорошая макроэкономика. Когда ее спрашивают, а что будет определять курс рубля в следующем году? И она рассказывает, как на курс рубля будет влиять политика Федеральной резервной системы США, и как на курс рубля будет влиять политика Европейского банка России. И вдруг возникает четкое понимание того, что с точки зрения первого зампреда Банка России, политика Банка России такова, что она не будет влиять на курс рубля. По-моему, это ошибка жанра. К чему сводится экономическая политика российского правительства? Она берет в долг внешние и внутренние займы, и взяв внешние и внутренние займы, она эти деньги тут же вкладывает в западные ценные бумаги. Берет под 5% и больше, вкладывает под 2% и меньше. То есть она уже около десятилетия, чуть меньше десятилетия, занимается последовательно убыточной действией, плановое убыточное действие. Если умный человек занимается делом в убыток той компании, той структуре, на которой он работает, неужели вы думаете, что он так долго и так успешно ошибается? Наверное, здесь есть какие-то еще интересные. Ошибка, которая длится столько времени, это уже стратегия. Это отказ от развития, потому что если страна будет развиваться, то возникнет конкуренция глобального бизнеса с одной стороны, с другой стороны, придется что-то делать, а зачем что-то делать, когда и так все замечательно? А в-третьих, их и так неплохо кормят, в мягком выражении. Я думаю, что у нас в правительстве Медведева стоят примерно точно так же дела, как на Олимпиаде в Сочи. Товарищ Путин выступает и говорит, что никакой коррупции там нет и не было. Ну, я думаю, что в правительстве Медведева точно так же, как и на Олимпиаде в Сочи, и в предшествующих правительствах никакой коррупции нет и не было. Один в один. А с другой стороны, присоединившись к ВТО на заведомо-кабральных условиях, государство утратило возможности, само отказалось от возможности поддерживать экономику простыми методами. Сложные методы оно не умеет, потому что коррупция способствует глупостям, какими бы сложными ни были коррупционные схемы. Поэтому единственный способ, как говорил товарищ Ясин еще в начале 2000-х годов поддерживать экономику, это ослабление рубля. Вот если оценивать это выступление, то единственное, в чем я, пожалуй, согласен с Михаилом Делягиным, это то, что любые реформы, особенно реформы структурные, занятия крайне болезненные, очень рискованные для тех, кто является архитектором этих реформ. Поэтому действительно, до тех пор, пока будет возможность реформы не проводить, они будут откладываться под тем или иным лозунгом. Тем не менее, что нам сказал наш министр финансов? Вот он как раз сказал очень немного, но очень четко сформулировал позицию Минфина. Он четко сформулировал, что, к сожалению, по его мнению, мы сильно недобрали, недовыполнили бюджетное правило. Мы отложили в резервы всего, за 2013 год, всего 200 миллионов рублей, хотя, по его мнению, должны были отложить триллион. Он акцентировал внимание на то, что наращивать дальше госрасходы нельзя, мы достигли пика. И обратил внимание на то, что в стране очень серьезный теневой сектор, и без сокращения теневого сектора рассчитывать на существенный экономический рост нет никаких оснований. Кстати, не исключено, что вот одна из интриг, которая мучила всех относительно политики нашего Центрального банка по отношению отзыва лицензий, вот не исключено, что это заявление министра финансов и скрывает эту интригу. Возможно, такая высокая активность Центрального банка в плане отзыва лицензий как раз и связана с одной из форм борьбы с теневым сектором. Очень важную вещь, сказал господин Силуанов, которая, скорее всего, будет иметь долгосрочные последствия, это то, что жертвовать стабильностью ради экономического роста мы не будем. Это говорит о том, что все формы монетарного стимулирования, на которые, возможно, намекал нам Михаил Делягин, что Минфин сделает все для того, чтобы эти формы не применять. Стабильность стоит на первом месте, экономический рост стоит на втором месте. Это было сказано четко, определенно и практически безальтернативно. Мы обязательно проанализируем, по какие последствия будет иметь это решение, как это скажется и на предприятиях, и на гражданах, но, скорее всего, сделаем это уже во второй части нашей программы. Очень важная цифра, которая тоже многое проясняет относительно нашей текущей экономической политики, это граничное значение цен на нефть, для которых рассчитан бюджет. Наш бюджет считается, исходя из пессимистического сценария падения нефтяных цен, до уровня 80-90 долларов за баррель. До тех пор, пока уровень падения не будет превзойден, все у нас будет хорошо и никакого значимого секвестра мы не увидим. Если же нефтяные цены упадут ниже, вот тогда нас ждут достаточно болезненные сокращения всего, что можно и что нельзя сокращать, но до этого, слава богу, пока еще достаточно далеко. Пока же мы уходим на рекламу и, соответственно, после рекламы продолжим. Еще раз повторю, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, звоните и задавайте вопросы. В эфире программа «Револьвер», и сегодня я, ее ведущий, Сергей Хистанов. Соответственно, продолжаем рассуждать о том, что нам рассказали на Гайдаровском форуме, и пытаемся сделать выводы, что нас ждет в ближайшее время. Какие решения, скорее всего, будут приняты монетарными властями, и как эти решения отразятся и на предприятиях, и на простых граждан. Еще раз повторюсь, телефон в студии 651099,6, код города 495, звоните и задавайте свои вопросы. Возвращаясь к повестке форума, нельзя обойти вниманием выступление зам предцентрального банка Ксении Юдаевой. Вот в своем мнении Михаил Делявгин ее достаточно жестко покритиковал. Что же она нам сказала? А сказала она нам следующее, что в стране, скорее всего, начинается стакфляция. Как только она произнесла это слово, все, кто был в зале, кто хорошо знаком с экономической историей, вздрогнули. Поскольку само слово стакфляция достаточно грозное слово, и до этого момента представители официальных российских властей старались этого слова не упоминать. Что это означает? Стакфляция — это такая ситуация в экономике, когда одновременно наблюдается и стагнация основных экономических показателей, и достаточно высокая инфляция. С точки зрения формальной логики, слава богу, пока у нас стакфляции еще нет, у нас инфляция по российским меркам достаточно низкая, и темпы роста экономики хоть и невелики, но пока положительные. Тем не менее, многие экономические показатели, особенно те, которые меряются не в деньгах, а в натуральном выражении, в тоннах, в километрах, вот эти показатели потихоньку уходят вниз. Промпроизводство по итогам года показало ноль, то есть рост отсутствует, и, скорее всего, со стакфляцией мы еще столкнемся. Наиболее ярко в новейшей истории стакфляция проявилась в 70-е годы, как ни странно, в развитых странах. Это конец 60-х, почти до конца 70-х годов. Большая часть развитых стран находилась как раз в стакфляции. И стакфляция привела к тому, что предыдущая модель экономического роста, то, за счет чего росли развитые страны, она сменилась. Произошел очень драматический переход от кенсианской экономической концепции, которая, в принципе, была в ходу в развитых странах, где-то, наверное, с Великой депрессией, как раз вот до конца 70-х, к так называемому монетаризму, или к Чикагской экономической школе. Причем этот переход был болезненный и занял, ну, в разных странах по-разному, но в среднем где-то в районе 7-12 лет. Кстати, когда перед форумом некоторые эксперты делали прогнозы относительно того, что нас ждет там чуть ли не десятилетие достаточно тяжелых времен, это как раз, по-видимому, была отсылка вот к тому периоду. Удастся ли нам избежать стакфляции или нет, большой вопрос, но Центральный банк свою позицию озвучил достаточно прозрачно. Цель по инфляции на 2014 год 5%, 2015-й 4,5%, 2016-й 4%. Если посмотреть на тот показатель, с помощью которого Центральный банк в основном нашей инфляцией и управляет, а этот показатель называется денежный агрегат М2, кстати, любой желающий может зайти на сайт Центрального банка, и там вот прямо слева где-то в середине страницы будут размещены макроэкономические показатели, и среди них денежный агрегат М2. Это показатель в открытом доступе, обновляется каждый месяц. Кстати, если по нему щелкнуть, можно раскроется табличка, где будет показана история этого показателя. Интересно, что последний год, последний год, денежный агрегат М2 рос медленнее, чем уровень инфляции. Вот итоги года еще не опубликованы, они обычно публикуются где-то почти с месячным лагом, но судя по результатам 11 месяцев 2013 года, денежный агрегат вырос примерно на чуть больше 4%. Если учесть, что официальная инфляция 6,5%, то можно сказать, что Центральный банк делает все, что от него зависит, для того, чтобы инфляцию притормозить. Другой вопрос, что, к сожалению, попытка задавить инфляцию монетарными методами в качестве побочного эффекта вызывает угнетение значительной части экономики, это, скажем так, та оплата, которую приходится платить за снижение инфляции монетарными методами. Но, тем не менее, Центральный банк, в общем-то, свою задачу выполняет. Более того, госпожа Ксения Едаева с высокой трибуны очередной раз заявила о том, что Центральный банк отказывается от политики регулирования курса национальной валюты в пользу инфляционного таргетирования. Говоря простыми словами, в пользу управления инфляцией. По крайней мере, пока эти слова с делом не расходятся. Кстати, они не расходятся с делом и исходя из динамики валютных курсов. Вот как раз в последнее время мы наблюдаем достаточно энергичное ослабление рубля. У некоторых это вызывает существенное беспокойство. Но, тем не менее, пока Центральный банк как-то энергично вмешиваться в ситуацию не собирается. Более того, он очередной раз подтвердил свое заявление о том, что он вмешается только при выходе котировок за границы коридора. Ну и для того, чтобы котировки за границы коридора раньше времени не вышли, он очередной раз, я уже сбил со счета которой, сдвинул границы коридора вверх. Поэтому, скорее всего, то ослабление рубля, которое мы постепенно наблюдаем, с какими-то там перерывами, с какими-то коррекциями, оно, скорее всего, будет сопровождать нас весь год, а может быть, даже и год 2015. Вот такое вот заявление, такое заявление со стороны зампредседателя Центрального банка, оно, в общем-то, очень хорошо укладывается в текущую логику. По крайней мере, Центральный банк дал понять, что никаких значимых изменений в монетарной политике он делать не собирается, ну и, соответственно, и каких-то изменений ждать нет оснований. На практике это означает, что для предприятий никакого удешевления кредита, увеличения доступности кредитных ресурсов в ближайшее время точно не случится. Интересно, что с мнением одной из руководительниц Центрального банка абсолютно согласна госпожа Цепляева, это руководитель, директор Центра прогнозирования Центрального банка. По ее оценке роста российской экономики по такому показателю, как валовый внутренний продукт, почти идеально совпало с мнением и Минэкономразбития, и Центрального банка. Это 2-2,5% ВВП, причем 2,5% ВВП рассматривается как скорее оптимистический сценарий. Итогом вот этого вот подозрительного консенсуса, который выступал определенной интригой в начале форума, является то, что даже те, в общем-то, члены монетарного блока правительства, которые обычно ратуют за рост ценой уменьшения резервов, даже они согласны с тем, что в нынешних условиях стабильность важнее роста. А это говорит о том, что вот та ситуация, в которую попала российская экономика в 2013 году, а именно низкие темпы роста, она, скорее всего, спроецируется и как минимум на большую часть года 2014. Соответственно, нам необходимо привыкать к жизни в таких условиях, и нынешнюю экономическую ситуацию стоит рассматривать вовсе не как кризис, а как новую реальность. То есть до тех пор, пока не произойдут какие-то, будем надеяться, позитивные изменения в российской экономике, ждать никакого улучшения экономической ситуации, банально нет никаких оснований. Интересно, что все, в том числе и зарубежные участники форума, в частности Всемирный банк, были абсолютно единодушны в плане, что делать. Вот если предыдущая часть моих рассуждений было в основном посвящено ответу на вопрос, кто виноват, то есть почему мы пришли к такой экономической ситуации, в которой сейчас находимся, то вот относительно того, что делать, второй русский извечный вопрос, было редкое единство и тоже подозрительно сильный консенсус. Все говорили о том, что России нужно проводить структурные реформы, уменьшать степень госрегулирования, снижать фискальное давление и со временем эти мероприятия скорее всего приведут к экономическому росту. Кстати, с точки зрения многих экспертов ситуация, когда иностранные высокопоставленные эксперты хвалят российскую экономическую политику, выглядит достаточно подозрительной. И обычно, опять-таки, если вспомнить новейшую историю, такое происходило в те периоды, за которыми российская экономика переживала достаточно большие сложности. Произойдет ли это на этот раз сказать трудно, но тем не менее вот такой вот тревожный сигнал был замечен. Интересно, что представитель Всемирного банка озвучил достаточно примечательную цифру, примечательную скорее для экономистов-теоретиков, те, кто на практике руководят бизнесом, скорее всего, эту цифру знают. Более того, скорее большая часть практических руководителей бизнеса считает, что эта цифра завышена, а именно совокупная налоговая нагрузка в России, опять-таки, по мнению Всемирного банка, 50,7%. Даже если проигнорировать неформальную нагрузку на бизнес, ни для кого не секрет, что большая часть действующих бизнесов несет доходы, которые не отражаются в официальной статистике, то эта цифра выглядит достаточно большой и во многом эта цифра уже больше, чем налоговая нагрузка в некоторых развитых странах. Наши налоговики очень любят говорить о том, какой у нас низкий подоходный налог и козыряют цифрой 13%, но с точки зрения экономики любого бизнеса имеет значение не просто подоходный налог, а совокупная налоговая нагрузка, и вот этот показатель у нас достаточно большой, 50,7% это очень большая величина. Хорошо, подводя своеобразный логический итог первой части нашей программы, можно сказать, что основная интрига Гайдаровского форума заключается в том, что даже те, кто по должности, по своим функциям обязаны выступать за рост, выступают за стабильность. Прямо с трибуны господином Улюкаевым была произведена фраза, что нельзя жертвовать стабильностью ради экономического роста. Как следствие, мы увидим, по крайней мере в первом полугодии, консервацию того состояния экономики, в котором она пребывает сейчас, и это означает, что никакого роста, никакого развития, никаких изменений, будем надеяться, что никаких отрицательных изменений в ближайшие один-два квартала мы не увидим. Тем не менее, мы живем в меняющемся мире, многие условия меняются, и вот этот вот консервативный прогноз, скорее всего, изменится во второй половине года. Как минимум два фактора окажут влияние на российскую экономику после второго квартала. Первый фактор – это то, что госрасходы на Сочинскую Олимпиаду перестанут влиять на экономику, то есть они перестанут увеличивать совокупный спрос. Вторая интрига, которую пока трудно даже очень эскизно оценить – это снятие санкций с Ирана и потенциально выход на мировой рынок иранской нефти. Пока довольно сложно оценить, в какой степени готовности находится Иран для увеличения своего присутствия на нефтяном рынке, но, тем не менее, это определенный возмущающий фактор, такое вот облачко на горизонте, о возможном влиянии которого мы поговорим после рекламы. Ну, а сейчас мы уходим на рекламу и, соответственно, продолжим после того, как она закончится. Телефон в студии 651099,6, код Москвы495. Звоните и задавайте свои вопросы. Технопарк Элма, расположенный в центре Зеленограда, предлагает в аренду помещения под производство и офисы. Элма 221-02-49, 221-02-49, код 495. Более трех с половиной тысяч позиций, отличные цены, продукция от ведущих поставщиков, высокое качество, высокий уровень сервиса, широкая сеть региональных представительств. Надежность и качество. Девиз про консим. Про консим. 8495-988-0032. Телефон рекламной службы. 276-08-68, код Москвы495. Российская экономика, фондовые индексы и валютный рынок, аналитика и прогнозы. С понедельника по пятницу в 14.20. Сухой остаток на Финам-ФМ. Для лиц старше 16 лет. Револьвер на Финам-ФМ. У нас есть телефонный звонок, и давайте послушаем. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Мне очень понравилось, как вы четко объяснили вот это содержание форума, и особенно утверждение стабильности, что мне напоминает вообще-то застой. Это, конечно, нужно власти, это все понятно. А вопрос такой, понимаете, вот скакфляция, ну, конечно, для нас это все-таки новое явление, да? А вот было ли это явление, было ли в ту Великую депрессию, когда был Рузвельт, ну, знаете, да, вот его реформа. И выходил ли он из этой скакфляции, если она была, вот такими монетарными методами, ведь все-таки он был авторитарный, так сказать, деятель. И вышел успешно ведь из тех проблем. Рузвельт действительно вышел, но те проблемы, с которыми боролся Рузвельт, это все-таки была не стакфляция. Стакфляция была гораздо позже. Она была в второй половине 60-х, там, до конца 70-х годов. И выход из нее был достаточно болезненным. Причем самое тревожное, вот почему слово стакфляция у многих, кто помнит экономическую историю, вызвало беспокойство. Как правило, за стакфляцией идет сильный рост социальной напряженности. Вот если вы помните историю, вот в те годы в Советском Союзе передача «Международная панорама» обожала показывать сюжеты об этом. То это были времена, когда в Италии действовали так называемые красные бригады, в этой организации в общем-то террористического толка. В Германии действовала РАФ, фракции Красной Армии. Было очень много терактов в Европе, о чем мы, слава Богу, последнее время не слышим. И связано это с тем, что одно из следствий стакфляции это заметное падение жизненного уровня. Когда жизненный уровень падает, люди это воспринимают очень и очень болезненно, и, соответственно, все социальные процессы, которые не разрешены и не приведены к тому, чтобы люди были довольны, они все обостряются. Вот это вот очень-очень грозный признак. Я могу подтвердить ваши слова, я там жила в эти годы 70-е и училась, как раз, понимаете, и вот это все наблюдал. Совершенно верно. Была социальная напряженность, даже революции, красные бригады и все что угодно. Так что вы совершенно правы. Кстати говоря, именно вот эти процессы привели к тому, что такой яркий, правда, достаточно авторитарный политик, как Шарль де Голь, ушел с политической арены. То есть это политический тяжеловес, который много сроков управлял Францией, причем управлял в драматические времена. Вот в результате этих процессов он вынужден был уйти в отставку. Спасибо. Кстати, интересно заметить, что стокфляция 70-х очень тяжело переживалась западными странами, но была достаточно благоприятна для Советского Союза. Поскольку побочным следствием этого явления был рост инфляции в развитых странах, как следствие, все реальные активы для СССР, как и для России сейчас, это, естественно, прежде всего, цена на нефть заметно выросли, и вот те самые золотые годы застоя, о которых многие ностальгируют, я вот застал где-то, наверное, вторую половину этого периода, они были обусловлены тем, что в результате стокфляции в развитых странах цена нашей нефти за твердую валюту заметно возросла, как следствие, где-то вторая половина 70-х, первая половина 80-х годов, это были, в общем-то, звездные годы Советского Союза, это были времена, когда в Советском Союзе жизнь была действительно хорошей, ну вот вторую половину этого периода я даже помню лично. Тем не менее, вернемся к Гайдаровскому форуму, и вот мы закончили с официальными лицами, на Гайдаровском форуме была очень интересная секция, кстати, которой не было ни в прошлом, ни в позапрошлом году, вот, а именно секция экономической истории. Эксперты анализировали события прошлого и пытались найти закономерность, как эти события можно спроецировать на действительность. И мне очень запомнилось и показалось очень поучительным выступление Петра Абана, глава наблюдательного совета Альфа-Банка, где он вспоминал уроки кризиса 98-го года, какие выводы сделал он и какие выводы не сделала наше руководство во время кризиса 2008-го года. Вот, для многих и 98-й год, и 2008-й год были достаточно драматичными временами. Для меня, допустим, я первые седые волосы в 98-м году заработал, да. Поэтому давайте посмотрим, какие уроки, по мнению Петра Авина, не выучили наши монетарные власти. Вот главный урок, который он прям вынес в качестве основного эпиграфа к своему выступлению, это то, что не надо в кризисных условиях спасать собственника. Что в случае, если предприятие попало в кризис, расплачиваться за это должен его собственник. Надо помогать людям, в частности тем, кто в результате кризиса может быть потеряет работу, но спасать собственника никоим образом не надо. В 2008-м году побоялись трогать банки. Как вследствие, не произошло расчистки балансов, как вследствие, банки не выступают в качестве локомотива роста. Они не полностью выполняют ту функцию, которую теоретически банки должны выполнять. Еще один серьезный, невыученный урок, причем заключается он в том, что у нас государственный долг очень мал, 12% ВВП, мы просто рекордсмены по малости государственного долга, а вот корпоративный долг достиг 430 миллиардов долларов, из них 200 миллиардов долларов это долги банкам. Фактически тот факт, что в 2008-м году спасли всех, привел к тому, что никакие уроки наши банки не извлекли и случись повторения каких-то кризисных явлений, те проблемы, которые стояли перед нами в 2008-м году, повторятся в следующий раз. Поэтому вот очень важное резюме, вот я прям даже сам для себя подчеркнул, заключается в том, что не надо надеяться, что государство всех спасет. Теперь времени у нас немного, поэтому давайте подведем итоги и сделаем выводы, что нас ждет. Вот какие ожидания следуют из того, что нам сказали официальные лица на Гайдаровском форуме. Скорее всего, никаких значимых изменений в ближайшее время мы не увидим. Что экономическая ситуация будет развиваться, как в народе говорят, по накатанной дороге. Мы увидим попытки накопления резервов. Мы, возможно, увидим умеренный секвестр государственных расходов и следует сознательно быть готовым к тому, что фискальное давление со стороны, прежде всего, госналогслужбы, в чем-то и со стороны Центрального банка продолжится. Выводы эти достаточно грустные, но, тем не менее, надо быть реалистом и для того, чтобы быть успешным в современной экономике, самое важное – это реально оценивать ситуацию. На дальнем будущем, ближе к концу года, нас ждет такое облачко на горизонте, как выход на рынок иранской нефти. Пока трудно сказать, много ее будет или мало. Это главная интрига, скажем так, всего этого года. Но для России, чья экономика в значительной мере формируется за счет поступления от экспорта, это достаточно существенная такая вот стратегическая угроза. Одно хорошо – до этой угрозы есть как минимум пара кварталов, достаточно спокойной экономической ситуации. В эфире была программа «Револьвер», я ее ведущий Сергей Хистанов. Ну и, соответственно, на этом наша программа заканчивается. Мы возвращаемся к новостям и рекламе и встретимся с вами через неделю. До свидания.